Станцию метро Алабинская откроют в следующем году. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на совещании по подготовке к Чемпионату мира по футболу. До самого крупного события в новейшей истории Самар остается четыре с небольшим года. На заседании с министрами и строителями глава региона обсудил первоочередные вопросы по созданию самой арены и других крупных объектов. С проектами познакомилась и Анна Архипова. Дома не пойдут под снос, лес не вырубят. Спортобъекты полностью вписались на территории радиоцентра. Три основных задачи, которые глава региона ранее стоял перед архитекторами, удалось выполнить. Однако вопросы не исчерпаны. В частности, Николай Меркушкин обратил внимание, что большинство гостей на Мачи в Самару прибудут на личном транспорте. Нужно продумывать места для парковок. Основная зона парковок. И потом она вся будет вылетать. 7 тысяч из 10 уйдет. Три останется. Желательно более простые варианты парковок. Именно для болельщика, рядового. То есть там в этом смысле резерв есть. И вдоль дорог есть. И перехваточные есть. И что можно сделать дополнительно. Надо исходить из того, что могут быть матчи, где 44-45 тысяч будет людей. Особое внимание при разработке проекта уделяется вопросам логистики. Обсуждалось предложение по созданию выделенной травойно-автобусной полосы по Московскому шоссе. Как следствие расширения трассы. Станцию метро Алабинская откроют в следующем году. На завершение ее строительства необходимо полтора миллиарда рублей. Предстоит также определить, в каком направлении дальше тянуть ветку метрополитена. Чтобы избежать дорожного коллапса, во время чемпионата предлагается соединить железнодорожный вокзал и действующую станцию Московскую. Для того, чтобы зафиксировать саму трассу, ее узаконить, выяснить в том числе, какая конкретная стоимость, геология, геодезия, нужно проработать предпроектную проработку в полной стадии. Стоимость такой проработки, если от вокзала и как раз выбрать точно уже трассу от вокзала до станции Московская, это порядка 70 миллионов рублей. Эти работы решено начать уже в 2014 году. Глава региона предложил вариант считать приоритетным. По инновационным технологиям будет строиться новый универсальный комплекс с искусственным льдом на месте дворца спорта ЦСКА ВВС. Принято решение об увеличении посадочных мест в ледовом дворце Лада-Арена, а также возведение крытого велотрека. Кроме того, на совещании по вопросам строительства объектов представили план Самарского областного перинатального центра. По мнению губернатора, проект необходимо доработать, чтобы в нем использовались самые современные материалы и технологии. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.